Флористика, автомеханика, организация компьютерных сетей, юные специалисты учащейся колледжей выкладываются по полной, чтобы выйти в лидеры отборочного тура по данным категориям соревнования. И это понятно. Победители примут участие в чемпионате России WorldSkills, который будет проходить весной будущего года в Москве на площадке Krokus City Hall. Для справки. WorldSkills – мировой чемпионат рабочих специальностей на выявление лучших из лучших в своей профессии. Отборочные мероприятия участников из Подмосковья проводятся в Московском областном профессиональном колледже инновационных технологий, расположенного в деревне Долгое Ледово Щелковского района. Мы проводим эти соревнования уже третий год. Мастерство детей растет на глазах, подготовка их тоже растет, потому что ориентиры-то международные. Юные флористки воплощали фантазии в композициях из цветов. Кто-то ушел в творчество с головой, а некоторые охотно делились секретами. Я решила задекорировать вот эту ложку корой. У меня будет что-то вроде такой чаши. А в ней потом я набью растение. Ну, в общем, должно получиться что-то такое весеннее, легкое. Конкурс автомеханика проходил по трем направлениям. Сегодня у нас три модуля. Это двигатель диагностика управления двигателем, электрооборудование общая схема и коробка переключения передач, механическая часть. В отличие от конкурса WorldSkills, в конкурсе профмастерства задания ребятам даются заранее. Ограничения по времени менее жесткие. Поэтому побеждает тот, кто готовился к конкурсу тщательнее. Это не часть автомобиля, а абсолютно полноценный автомобиль, но предназначен он для обучения студентов. Здесь можно внести 155 неполадок. Каждый из учащихся должен за определенное время найти неполадку и устранить. Пожалуй, самая загадочная аудитория – та, в которой проводился конкурс организации компьютерных сетей. Только опытнейшим специалистам и математическому складу ума подвластны технологические системы и оборудования, с которыми работают учащиеся по данному направлению. Сегодняшний день они занимаются кабельным телевидением. Высчитывают магистральную линию, ставят ответвители-делители и при помощи ИТ-анализатора телевизионного сигнала выставляют уровень сигнала, который должен приходить до конечного абонента. Также у них есть ТВ-тюнеры для проверки качества телевизионного сигнала. По этим критериям будет оцениваться их знания и умения. Также важнейшая цель масштабного события – профориентация подрастающего поколения. Учащийся школ посещает конкурсные мероприятия, чтобы собственными глазами увидеть, что собой представляют современные специальности, как проходит обучение, насколько продвинутыми стали условия и средства получения знаний. Мы предусмотрели некоторый интерактив, то есть дети могут себя попробовать в той или иной что-то сделать по той или иной компетенциям. Они уже будут конкретно видеть, что скрывается, какие реальные дела скрываются за названием той или иной специальности. Ольга Оржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова